Добрый вечер! В эфире телеканал Репортер 73, программа «Разберемся». Сегодня в студии будем обсуждать отопительный сезон 23-24 годов, который только что буквально стартовал. Многие из нас уже ощутили прилив этого тепла, многие еще не ощутили. Почему? Когда ощутят, будем разбираться вместе с гостями нашей студии. Сегодня с нами Марина Валерьевна Симонова, заместитель министра ЖКХ и строительства Ульяновской области. Александр Сергеевич Андреев, начальник управления ЖКХ администрации города Ульяновска. Руслан Рафатович Хайров, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член общественной палаты Ульяновской области. И Ремеля Александровна Басырова, исполнительный директор управляющей компании, член ассоциации Р1 подкомитета рабочей группы Торгово-промышленной палаты России. Еще раз здравствуйте все. Марина Валерьевна, первый вопрос будет вам. В этом году впервые, наверное, за много лет жители региона не услышали волшебной формулы, которая звучит примерно как меньше плюс 8 какое-то протяжение дней. И тогда дадим тепло. Погода плюсовая, сильно плюсовая была, а тепло уже начало поступать. Почему было принято такое решение? Ну и на каком этапе мы сегодня по подаче тепла? Да, добрый день, спасибо за вопрос. Действительно, он очень актуальный. В этом году на нашем еженедельном региональном штабе по подготовке к осенне-зимнему периоду принял участие губернатор. Мы рассматривали все вопросы в рамках подготовки к отопительному периоду. И было принято решение для того, чтобы плавно войти в отопительный период о поэтапном запуске тепла. То есть в соответствии с распоряжением о начале отопительного периода 25 сентября мы начали запускать социальную сферу. Отопление на соцобъектах, это детские сады, школы, здравоохранение. Объекты начали запускать первоначально с круглосуточным пребыванием людей для того, чтобы обеспечить комфортное пребывание. И затем уже было принято решение, что со 2 октября мы плавно начнем по заявкам отопительный сезон уже на квартирных жилых домах. Ну вот на сегодняшний момент все в порядке, все в норме. Буквально недавно на обратном освещении министра Черпан докладывал Алексею Юрьевичу о том, что все стопроцентно готово. Действительно ли это так? Потому что есть сообщения, что в каких-то домах тепло все-таки не подали, и люди возмущаются и жалуются. Да, действительно, техническая готовность к отопительному периоду уже 100%. Но мы должны не забывать о том, что отопление у нас подается именно по заявкам. И если у нас какая-то организация не подала заявку в одностороннем порядке теплоснабжающей организации, этого делать пока не будет. Потому что мы понимаем, что пятидневный период с температурой воздуха плюс 8 градусов еще пока у нас не наступил. Спасибо за ответ. Давайте к Александру Сергеевичу перейдем. Самый большой муниципалитет нашего региона, город Ульяновск, половина жителей здесь живет. Неоднократно это повторял в студии. Поэтому все они, конечно, тоже ждали тепла. У нас есть большой игрок, компания Т-плюс. Все мы ее знаем. Она обеспечивает теплом огромные территории, огромное количество домов. Есть и теплоснабжающие организации, которые принадлежат непосредственно городу. Они полностью подготовлены, если я правильно понимаю. Нет ли каких-то сложностей? Какие проблемы вообще были выявлены на этапе подготовки? Ну, начну с того, что в рамках подготовки как бы городом, ну и соответственно всеми предприятиями, задействованным в пуске и прохождении отопительного периода, был проведен очень большой комплекс мероприятий. Мероприятия проводились и по реконструкции, модернизации инженерного оборудования самих теплоисточников. Большой комплекс мероприятий проведен по капитальному ремонту и перекладке тепловых сетей. Если говорить о ПАУТ-Плюсе, затрачено более миллиарда рублей в этом году. В рамках техперевооружения переложено порядка девяти километров теплосетей. Что касается предприятий муниципальных, у нас их три. Это городская теплосеть, в ведомстве которой находится 45 котельных. Теплосетевые организации – это городской теплосервис и теплоком. Также были заменены 12 километров теплосетей, проведены модернизация котлов, насосов и так далее. Хочу сразу сказать, что все мероприятия были завершены в установленный срок до начала отопительного периода. Были проведены температурные испытания тремя теплоисточниками, каких-то нарушений выявлено не было. Далее, в весенний период были проведены гидравлические испытания, повторные осенние гидравлические испытания. Всего у нас было выявлено 528 порывов. 99% порывов было выявлено в рамках весенних гидравлических испытаний. Все порывы были оперативно устранены. И, в принципе, мы зашли в отопительный период со стопроцентной технической готовностью. Хорошо. Давайте, Руслан Анатольевич, сделаем так. Мы вас оставим на сладкое. Вы будете в третийском суде над ситуацией. Министерство отчиталось, управление доложило. Переходим к управляющим компаниям. Ремня Александровна, ну, побудьте, так сказать, защитницей всех своих коллег, всех управленцев. Как управляющие готовились к отопительному сезону? И не может ли сложиться вот такая, может быть, парадоксальная ситуация, когда управляющая компания что-то не успела сделать еще, думает, ну, я быстренько доделаю. Министерство доложило, все хорошо уже у нас. А потом раз, и неполадочка. Конечно, может. Мне кажется, так очень часто бывает. Но на самом деле я хочу отметить, что наша управляющая компания, Азбукобыт Ульяновск, в этом году подготовилась по плану. И смотрю на своих коллег из других управляющих компаний, как никогда хорошо в этом году подготовили фонд к отопительному сезону. Я тут хочу, наверное, сказать отдельную благодарность как раз-таки комитету ЖКХ, агентству государственного жилищного отзора. Потому что внимание, которое уделялось, это не в плане порки, да, ничего не сделали, кто не готов, а в плане направления, помощи, подсказок. То есть еженедельной отчетности и пристального внимания к ее качеству, то есть к качеству предоставления. Знаю, что были выезды к нам, к сожалению, или к счастью, таких выездов не было. Ну, к сожалению, потому что хотелось бы похвастаться хорошей подготовкой. Поэтому тут, наверное, больше в минус сыграло то, что управляющие компании не были готовы к запуску. С утра, в 8 утра раздался звонок, запускаем отопление. Все-таки запуск отопления – это история не про один день. Соответственно, тебе нужно подготовить все бригады, настроить ребят на работу, что они сейчас будут, можно сказать, круглосуточно запускать, прогонять. И поэтому вот тут этого не было сделано. Есть такой небольшой минус в этом. Ну, давайте еще такой момент отразим. Вы долгое время руководили управляющей компанией, которая занималась именно проблемными домами. Будем даже прямо говорить убитыми домами. Вот, то есть, ну, как бы это маркер, да? Вот что в убитом доме убито настолько, что мешает запустить терпительный сезон в полном объеме? И как дорого эта история будет стоить, выход такого дома на нормальное отопление? Я помню, как нам передал комитет ЖКХ 60 домов одномоментно, в момент запуска причем. То есть, отопление запускать, и там тоже запускаем. Дома, естественно, были непромытые, неподготовленные. Было крайне много проблем. И это был 2021 год, когда мы чуть не сошли с ума. По-другому я сказать не могу. В 22-м, когда мы их подготовили, таких проблем уже не было. Что на ветхом фонде, то есть, как вообще, ну, на вторичном жилье, да? Какая необходимая подготовка должна быть? Это устранение всех проблемных ситуаций, как в подвальных помещениях, так и на общеномовом имуществе, да? То есть, стыки отопления. Всех свищиков, ржей, как я их называю, да? Пусть это будет замена участками. Но она возможна, и обычно в доме на нее хватает денег. Хорошо, Куслан Ирфатович, теперь возвращаемся. Как вам в целом подготовка к отопительному сезону этого года? То, что вы наблюдаете в сети. У вас есть, кстати говоря, в Телеграме отдельный блог, который вы посвятили проблемам с ЖКХ. Что там говорится? Можно ли как-то проанализировать, как Ульяновск в этом году смотрится вообще на фоне России? Вот только старт, понятное дело, да? Вроде особо говорить не о чем, но тем не менее подготовка-то была. Вы знаете, ежегодно мы вот входим в отопительный сезон, и я на самом деле не вижу особой разницы серьезной между иными годами. Всегда это достаточно серьезная ответственная подготовка, ведь отопительный сезон, он начинается, как говорится, с момента окончания отопительного сезона, да? Поэтому ведется полномерная целенаправленная работа. Есть областной штаб, городской штаб подготовки к отопительному сезону, где все проблемы обсуждаются. Но есть определенные ситуации, когда есть все-таки управляющие компании, да, которые лукавят, порой бывает информацию какую-то, направляют в органы власти, не соответствующие действительности, да? И если органы, мы понимаем, что органы власти не всегда могут выехать и проверить достоверность такой недоставляемой информации, да, и представляются, что в этих домах все замечательно, которые обслуживает данная управляющая компания, организация. Но при запуске отопления возникают обращения жителей, начинают возникать какие-то вопросы, да, и, естественно, люди начинают обращаться к власти. Ну, к сожалению, вот такие вот не все управляющие компании, допустим, отчитываются, в том числе участвуют в штабах подготовки к отоплению. И вот тут надо, конечно, вопрос, вот как Ромеля сказала, и порки применять, потому что когда им предлагают, по сути, бесплатную консультативную помощь, да, советы предлагают органы власти, они не слушают, не идут навстречу, конечно, это очень печалит. Что касается обращения в наш центр общественного контроля, мы всячески образом во своих социальных сетях, действительно, в телеграм-канале размещаем информацию о том, каким образом проходит отопительный сезон. Вот, например, потому что ежегодно одна и та же история, как только объявляется о запуске отопительного сезона, к нам начинают лететь звонки, обращения в социальные сети о том, что у меня не стало тепло после объявления, да, или на следующий день мне не дали отопление. Действительно, отопительный сезон – это всего лишь такое знамя начала отопительного сезона, и порой некоторые дома нужно вводить, один дом надо вводить до пяти дней, порой бывает это зависит от возможности теплоисточники и технологической конструктивы самого теплоисточника, скажем так. Поэтому это долгосрочный процесс. Ну, тут я вас прям секундочку, ремарку добавлю, значит, не работаем с населением, не объясняем, если с год в год одни и те же вопросы. Мне кажется, старший по домам может, в принципе, довести до жителей дома, что есть определенный процесс. Хотел бы поспорить на самом деле. С чем? Вот смотрите, вчера просто разговаривал как раз с сотрудниками комитета ЖКХ, уточняя по законодательству. Мы, когда запускаем тепло, подаем заявку в ресурсоснабжающую организацию, с этого момента вся система центрального отопления, она должна получить теплоноситель. И этот теплоноситель должен быть достаточной температуры. Но я сейчас не говорю про радиаторы, где мы как раз таки спускаем воздух. А вот настройка и наладка, и у нас законодательством не предусмотрена настройка и наладка системы центрального отопления. А настройка и наладка, согласно СанПину, предусмотрена, по-моему, в течение 10 дней только у РСО. И то это вот металлы и все остальное после тех промывок, которые не выполнены. Поэтому, с одной стороны, я как управляющая компания, конечно, хочу сказать, слушайте, да, время нужно, потому что это такой процесс-то проблемный. А с другой стороны, я понимаю, что мы все должны стремиться к идеалу. То есть сказали начало, значит начало. Значит начало, да. Да, но начало отопительного сезона, оно может быть дано в принципе. Но, допустим, не наступит тот период, так называемый пятидневный, где температура будет ниже 8 градусов. Соответственно, квартирные дома не будут запущены. Хотя по телевидению объявят о том, что это аппетенциально начало для объектов социальной инфраструктуры и так далее. Ну, потому что это будет официальная информация. Это не мы сами придумали. Да, да. В любом случае, как бы, надо будет ждать определенного климатического явления. Действительно, там возникают такие ситуации, когда и теплоисточник еще не может дать во все дома одновременно. Ведь вопросы гидравлики тоже, как бы, существенную роль играют. На самом деле, к нам поступают часто обращения от жителей, которые говорят, ну вот мы наняли управляющую организацию. Вот почему бы им не начать приступать к запуску дома, к отопительному сезону, не в понедельник, а в субботу, например, когда люди находятся дома. Ведь часто бывают такие ситуации, что люди не находятся дома и может произойти прорыв, затопление там и так далее. И люди хотели бы находиться дома в этот период. И в выходные дни людям хочется теплее находиться, правильно? Ну и одновременно, как бы, контролировать запуск процесса отопления. Управляющие же компании некоторые, как будто бы они работают не для людей, а для себя. Они говорят, у нас рабочий день в понедельник, и мы начнем запуск с 8 утра в понедельник. Но почему нельзя пойти к людям на встречу и начать субботу, действительно? Инновационно. Хорошо, давайте к Александру Сергеевичу. Вдемемся, момент такой. У нас множество домов в Ульяновске, как раз, построены с крышными котельными. Где, в принципе, наверное, в чате или, не знаю, в каком-то канале, жители дома сами определяют, когда им надо давать тепло, когда не надо. Кто проверяет эти котельные, кто за них отвечает? Город имеет к этому отношение? Или все это отдано на откуп управляющим компаниям? Ну, обслуживание и содержание крышных котельных – это 100% обязанность собственников. Ну, соответственно, если это форма управления управляющей компанией, соответственно, это все на ответственность управляющей компании. Если ТСЖ, ЖСК, либо непосредственная форма управления, ну, какая-то подрядная организация лицензированная, которая имеет, ну, право обслуживать эти котельные. Здесь также у нас, ну, отописанный период рекомендуется объявить по всему городу, да. И здесь уже собственники, в принципе, ну, больше вольны распоряжаться своей котельной. То есть они могут принять решение там не в первый день, ну, в третий день. То есть уже по согласованию собственников, конечно, там, ну, прислушаться к большинству. Сам живу вот в доме, на который крышная котельная. Ну, также в домовом чате все определились, там, на следующий день буквально крышная котельная была запущена. Ну, то есть у вас приняло решение подать титул? Да. То есть вы готовы заплатить больше? Да. Это, кстати, тоже вопрос, который мы потом обсудим, я думаю, со вторым рядом. Момент такой, ну, вот, понятное дело, обслуживание, все это, конечно, должны нести там бремя, это собственники. А управление-то проверило готовность этих котельных или на слово поверило? У нас все нормально. Есть, еще раз говорю, подрядные организации лицензированные, которые обслуживают эти котельные. В регламенте обслуживания этих котельных определены сроки, периодичность и, как бы, проверки этих, ну, грубо говоря, документы вам подали, что все в порядке. Да, и здесь, как бы, ответственность собственников контролировать уже эту подрядную организацию. Ну, когда мы говорим, что город готов, все котельные, все теплоносители готовы к зиме. Ну, город не участвует в приемке этих котельных. Мы не отвечаем, вот в этот момент мы не отвечаем за крыши, да, за какие-то личные. Хорошо. По, Марина Алина, по области, какие муниципалитеты вызывают наибольшие, может быть, не знаю, опасения, где ситуация самая сложная и какие меры финансовые, может быть, или иные принимаются для того, чтобы все там на контроле держать? В настоящий момент мы, в принципе, провели всю аналитику по Ульяновской области. Единственное, что вызывает у нас опасения, даже не опасения, а мы держим на контроле ситуацию по пуску тепла в несколько объектов здравоохранения. Это у нас ФАПы, которые находятся на территории Ульяновской области, и некоторые объекты в Павловском районе, которые еще до настоящего момента не подключены к теплоснабжению. В остальном, в принципе, по области мы можем говорить о том, что область уже полностью готова к отопительному периоду, и практически вся уже его начала. У нас, к сожалению, господин Носков заболел, не смог прийти на эфиры. Это как бы его вообще тематика по котельным в регионе. Но у нас переход на газ идет планомерно, да? Никаких там сбоев, изменений нет. Естественно, у нас программа «Газпром» работает в полную силу. Сейчас у нас газификация идет полностью за счет «Газпрома». То есть доведение газопровода до участка за счет «Газпрома». И собственник у нас уже платит только за подключение внутри территории своего участка. Действительно, у нас очень большая работа проводится. Сейчас на уровне Ульяновской области у нас разрабатывается программа по переводу котельных, именно объектов здравоохранения и образования на газ. Это дополнительная у нас программа. Уже более 70 объектов в перечень вошли. Будем мы с этого года заниматься уже этим. И газификация, естественно, у нас идет большими темпами. Переходим мы на газ. Постоянно мы вносим изменения и в программу газификации Ульяновской области. И поручение президента, я думаю, будет выполнено в полном объеме. Спасибо вам за ответ. Возвращаемся к Кремлее Александровне. От больших газификационных программ к большим тратам за тепло, к большим городам, к большим исключенностям. Чем раньше запустим тепло, тем больше заплатим. Правильно работает эта формула? Если на доме установлен прибор погодного регулирования, то, в общем, где-то может быть даже сэкономим. Если прибор учета просто установлен, либо его нет, то, если прибор учета установлен, то заплатим меньше. Если прибора учета нет, без разницы, когда будем запускать. Один плюс два-три дня. То есть больше платить в любом случае не будем? То есть проблема с перетопками, которая была неоднократно у нас лет 5-6 назад, она решена полностью? Да. Сейчас за это очень серьезно взялись, во-первых, тепловики. Это и размеры сопла, и шайбы, где они до сих пор стоят. Если в доме есть автоматика, то, соответственно, тоже она это отрабатывает. Я тут, на самом деле, по вопросу, сколько заплатим, хотелось бы мне сказать на такой момент. У нас же есть квартиры, появились по квартирным счетчикам отопления. И вот там с чем мы сталкиваемся? То есть, с одной стороны, жилец платит только там, только за то отопление, которое у него в квартире, но также он еще и платит за отопление общедомового имущества. И вот здесь есть у нас особо экономные жильцы, которые отопление выключают в своей квартире, для того, чтобы, соответственно, ну, пока еще не холодно. Чтобы открыть дверь в подъезд и, понятно, пользоваться теплом оттуда. На всех жильцов выставляются огромнейшие ОДН, и у них большие вопросы. А почему? И вот тут мне хотелось бы предостеречь собственников, у которых такая система лучевая стоит. Пожалуйста, не делайте так, не наносите влет ни себе, ни своим соседям, потому что это не соответствует законодательству. Но это все-таки пока что очень-очень частный случай для Ульяновска. Это не очень. Частный, но они появляются. Но появляются. А как работу с возражениями ведете? Я имею в виду, когда вот из Крышной и Котельной, например, люди сами поругались там, возможно, подрались. Ну, кому-то тепло, кому-то холодно, надо как-то приходить в консенсус. Дом большой на 300 квартир, предположим. Как в случае с управляющей компанией это происходит? Вы говорите, давайте, ну, начинаем давать тепло. А люди говорят, мы не хотим тепла, нам вообще жарко. Ну, еще раз, в нашей управляющей компании мы формируем дату, как бы определяем дату подачи тепла в домах с крышными котельными через протокол Совета дома. То есть Совет дома делает опрос между жильцами. У нас есть возможность запуска через мобильное приложение опроса. Мы назначаем дату протоколом, ее фиксируем, Советом дома, и запускаем. А температура теплоносителя, которая уже идет, она идет по графику. Тут мы ее как бы не контролируем, либо там автоматика включается. Ну, сами жильцы разбираются, а вы просто потом рубильник включаете по результату. Да, да, да. Хорошо. Ну, ладно, Фарточка, к вам перейдем. Куда можно пожаловаться? И вообще, можно ли пожаловаться? Насколько это целесообразно, когда, например, я сижу в своей квартире и считаю, что отопление включили, а у меня холодно? Или наоборот, что его включили и так включили, что у меня так жарко, что просто невозможно жить? Вот в таких случаях куда обращаться? Как это все зафиксировать? Какой существует протокол здесь? Жаловаться никуда не нужно, нужно обращаться. Изначально нужно, конечно, обратиться в свою управляющую организацию, в которой у вас заключен договор на управление на квартирном доме. Если, значит, данное обращение не увенчалось успехом, то есть позвонив в диспетчерскую службу, вам рекомендовали подождать или еще что-то, да, и отопление так и не случилось, то в этом случае, конечно, нужно обращаться в... У нас есть замечательных несколько номеров горячей службы в городе Ульяновске, да, так, раньше это был контакт-центр, Центр управления городом, насколько мне известно, номер 737-911-05, то же самое. 737-911-05, да? Да, это городские службы города Ульяновска. Также можно, конечно, к нам в Центр общественного контроля обратиться, написав любую социальную сеть, у нас есть во всех социальных сетях, как я говорил, уже аккаунты. Мы в любом случае передадим, соответственно, и на диспетчерскую службу городскую. Если это в области происходит ситуация, то, конечно, в органы муниципальной власти передадим информацию и отработаем вот этот вопрос. На вашей практике такие случаи сейчас вот есть, за последний год-полтора? Да, есть, конечно. И на что больше жалуются? Кто побеждает? Кто побеждает? Ну, кто мерзнет или кто перегрелся? Ну, в итоге кто-то мерзнет, побеждает и начинает греться. Обычно практика стандартная. Даже бывают такие ситуации, когда действительно, например, есть небольшие дома, как вы назвали их, убитые, ветхие, старые, где жители порой не то, чтобы платят небольшие взносы, они, в принципе, не оплачивают размер платы по содержанию на квартирном доме. Денег нет ни промыть, ни опрессовать, ни подготовить к топительному сезону. Даже для таких ситуаций у нас муниципальное образование берет в себя ответственность и должна этого делать, конечно. И подготавливать дом и запускать его даже в убыток себе. Управляющая компания это делает в убыток себе в рамках рисковых взаимоотношений, так как это управление на квартирном доме рисковая деятельность, а отопление это все-таки услуга, обеспечивающая безопасность жизни и здоровья. Тут они в любом случае должны подготовить этот дом и запустить. Поэтому все такие ситуации, когда возникают какие-то проблемы с подачей отопления, они в любом случае в оперативном порядке разрешаются. Не было еще такого, чтобы люди сидели и мерзли. Но если только какая-то авария серьезная происходит, действительно, теплоисточник не может подать отопление, у нас бывали в прошлом году ситуации, то в этом случае, конечно, приходится утеплиться, и об этом в средствах массовой информации отдельно сообщается, и в органах, куда обращение происходит, тоже сообщается. Про аварии, кстати. Давайте про аварии, Александр Сергеевич, продолжим. Аварии, порывы, прорывы, как угодно можно назвать. Вот момент возникновения беды и ликвидация. Какой протокол действия будет, например, у города, если это происходит на ваших сетях? Ну, здесь, смотрите, если это происходит на теплоисточнике, как уже говорили, что на каждом теплоисточнике есть определенный протокол, есть определенный регламент действий. В течение подготовительного периода к топительному сезону проводятся неоднократные тренировки. На всех теплоисточниках есть резервные источники питания. В случае необходимости, в случае какой-то прям беды всегда будет изыскана возможность переключения на какие-то другие теплоисточники. Как быстро, если на практике? Помните, мы с вами как-то раз ночью встретились здесь на Минаеве, когда был порыв, и кипяток тек по ночному Ульяновску, вот кругом снега, значит, лед хрустит, потому что кипяток его размывает. Как быстро с этой проблемой исправились? Давайте на этом пример поговорим. Ну, с этой проблемой, да, была, с вами действительно встречались. Порыв был на сетях ульянского филиала ПАУТ-Плюс. Ну, буквально я узнал об этой аварии, там, буквально через 15 минут от управляющей компании этого дома, так как затапливалось на полуподвальное помещение, сразу выехал на место, пока я, ну, подъехал, там, буквально 20 минут, наверное, времени прошло, ПАУТ-Плюс уже был на месте, все, как бы, экстренные службы, аварийная служба 0,5, все были на месте, место порыва было локализовано, ну, наверное, в течение двух часов. Там у нас случился небольшой казус, мешала машина, наверное, помните, да. Эту машину, как бы, собственника тоже, ну, получилось не очень оперативно найти, машину, как бы, с места аварии ликвидировали, ну, авария была устранена, ну, насколько я помню, в течение где-то часов шести, хотя на таком диаметре трубы по нормативу до суток. То есть, в принципе, отработали оперативно, ну, и на жителю это неблагоприятным образом. Ну, в общем, делаем лучше, чем по нормативам. Да, да. Хорошо, ну, вот, пример у нас один такой есть. Марина Олеговна, давайте с вами тоже, вот, Т-плюс сейчас прозвучало. Есть у нас какой-то протокол действий на случай вдруг нештатной ситуации на какой-то ТЭЦ? Был такой пример, правда, с электричеством. Там быстро очень разобрались. Есть ли вдруг что-то у нас с кипятком, не дай Боже? Я думаю, что все аварийные ситуации, независимо от того, где они произошли, у нас одинаково быстро должны ликвидироваться. Поэтому говорить о том, что если авария произойдет на ТЭЦ, мы будем как-то по-другому действовать, нет. Мы, естественно, точно так же будем оперативно реагировать, будем подключать все аварийные бригады и точно так же максимально в короткие сжатые сроки будем устранять все неисправности. Спасибо вам огромное. И давайте тогда на раме, Александр Ильич, закончим. У вас по аварийным ситуациям какой протокол действий? Люди должны куда? В чат написать? Позвоните? Обращение на телефон аварийной диспетчерской службы. Соответственно, если это отопление, то выезжает мгновенно бригада практически, заканчивая и сразу же направляясь. В течение четырех часов должна быть устранена проблема. Примеры есть положительная работа? Да. Уложились в четыре часа? Уложились в четыре часа. Ну, смотрите, авария на отоплении в многоквартирном доме. Это что? Это, соответственно, либо у нас проблемы на батарее, либо проблемы на стоячной разводке, либо в подвальном помещении, либо в чердачном помещении. Соответственно, мы сейчас не говорим про крышные котельные, где, может, связаны быть аварии. Отсекаемых, да. Обычный дом. Да, конечно. Четыре часа – это нормальное время для того, чтобы устранить проблему. Хорошо, спасибо за ответ. Я вынужден сказать сакраментальную фразу. Время нашей передачи подошло к концу. Напомню, говорили мы сегодня о потопительном сезоне 2023-2024 года. Довольно необычно для всех нас, потому что тепло подали без сакральных формул. Прямо-таки вот стало холодно, стало тепло. Да, даже еще холодно не стало. Спасибо большое вам за то, что были сегодня с нами, а вам, уважаемые зрители, за внимание. Всего доброго, берегите себя.